Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем наш эфир прямой. И, как обычно, в пятницу мы подводим итог недели, обсуждаем актуальные темы. И сегодня поговорим в первой части о транзите. Понятно, что это была, надеюсь, останется одна из таких важных сфер народного хозяйства. Сейчас у нас в гостях магистр экономики, эксперт по транзиту и член правления новой политической силы движения «За» Андрей Житковс. Добрый день. Добрый день. Да, вот я знаю, что у вас недавно была публикация, несколько публикаций в целом ряде средств массовой информации, где вы анализировали проблемы, связанные с транзитом. И, может быть, сейчас я попрошу вас высказаться. Я знаю, что вас тревожит пример удорожания инфраструктуры железной дороги. Что происходит на ваш взгляд в транзите сейчас? В транзите у нас ситуация всегда была сложная, поскольку Латвия конкурирует с Эстонией, с Литвой и с портами России. Об этом давно уже говорится. И в этой борьбе конкуренции, конечно, цена, которую мы можем предложить, она очень существенно влияет на те объемы, которые мы можем привлечь и так далее. То, что вы упомянули насчет анализа. Да, действительно, я, поскольку в этой сфере, в Министерстве транспорта, работал с 97-го года, так что у меня имеется опыт и знаю... Большой, да. И знаю систему, знаю, как работает. Сегодня, поскольку я там уже не работаю, занимаюсь другими делами, я могу, скажем так, со стороны сделать взгляд на это и, ну, как бы сделать свои выводы. Вот, например, если на цифры смотрим, да, вот поанализировал плата за инфраструктуру, она с 2007-го года увеличилась в полтора раза. и вот вопрос, седьмой год, это был, ну, как говорится, жирные наши года, когда все у нас было дорогое, все шло вверх, а что такого существенного изменилось, что за ту же самую услугу, потому что объем грузов в целом он остался на том же уровне, перевозчики должны платить в полтора раза больше, причем пассажирские тоже. Это касается пассажирских перевозок тоже, да? За этот период было инвестировано больше, чем 400 миллионов евро европейских денег в систему железнодорожной инфраструктуры. Это, как бы, должно дать тоже какой-то, наверное, на тариф отражения, я имею в виду положительное отражение, как-то не видно. И то, что я столкнулся, когда работал на председательном правлении в пассажирском поезде, мы тогда, это был кризис, да, и мы сокращали все расходы, которые могли, но железная дорога, поскольку имела, ну, достаточно большой объем транзитных грузов, жила, как жила. И вот, если мы, как бы, солидарно, вся страна сокращали расходы, то там особо сокращений не было. Были, конечно, сокращения и там, но по сравнению с другими, наверное, не так. И вот та, скажем, ну, как бы, жирная жизнь, или, как мы можем выразиться, она, как бы, жирные годы, как там, жирные годы, как бы, продолжается. Конечно, железнодорожники сейчас скажут, моя зарплата не особо повысилась, моя тоже. А вот тогда вопрос, а почему тариф в полтора раза повысился, а ваши зарплаты не повысились, может быть, да? Инфляция, нам скажут, видимо? Инфляция, да, но, по-моему, даже цена на горючее в 2007 году она была выше, чем сегодня она. Так что, все на инфляцию мы тоже не можем списать. Я имею в виду, что именно вот те, которые, те мероприятия по улучшению эффективности, они не в полную меру внедряются в нашей железной дороге. Да, ну вот, многие могут сказать, мы слышим часто этот аргумент, что вот вы говорите о повышении там инфраструктуры, цены и так далее, но мы знаем геополитику и все равно из-за этих соображений у нас тоже может снижаться объем транзита, что бы мы ни делали. Вне зависимости от тарифов. Или вы не согласны с таким аргументом? Не, ну это геополитика, естественно, на объем транзитов имеет очень большое влияние. Мы знаем какое-то время назад, что в Эстонии было, после событий там с памятником одним, этого исключить никогда нельзя. Это риск, с которым все должны считаться. И, по-моему, сегодня вот тот проект по электрификации железной дороги, который очень финансово объемный. Правительство тоже долго думало, думало, но в конце концов приняло решение идти на это. Ну, с моей точки зрения, как я тоже знаю еще немножко эту ситуацию, я бы не шел на такой риск сегодня. Все-таки, да? Хорошо. А вот многие скажут, почему же не делать электрификацию? Вот мы же вкладываем, но не мы, Европейский Союз, в Реал-Балтик с одной стороны. Значит, надо и другую сторону электрифицировать. Ну, насчет Реал-Балтик это другой совсем вопрос. Это не те деньги, которые Латвия уже получила. Без проекта Реал-Балтики мы эти деньги никак не можем получить. А вот те деньги европейские, которые, например, на электрификацию, они уже были присвоены нашему государству. А сейчас вопрос, это самый рациональный способ их использования, или мы могли бы эти 300 с чем-то миллионов евро использовать более, скажем так, рациональным образом? То есть, в принципе, можно было бы найти какое-то другое применение, да? Не, ну, естественно. Это мое личное мнение, как эксперта, как человека, проработавшего в этой системе больше, чем 15 лет. А как вам кажется, должны ли там, примеру, порты тоже как-то снижать свои тарифы, потому что мы видим, что такой футбол постоянно происходит, когда говорят, что как же так, вот вы повышаете плату за инфраструктуру, они говорят, вот, железная дорога, ну, извините, ну, порты тогда тоже должны более гибкую политику проводить? Я анализ тоже тарифов, анализ ситуации транзита, когда начал работать в Министерстве транспорта, как закончивший магистр экономики и так далее, мне это было очень интересно. Уже тогда была ситуация такова, что тариф перегрузки был почти такой же, как тариф перевозки по всей территории Латвии по железной дороге. конечно, уже немножко человек, который понимает, что-то кажется странным, ведь разгрузить и загрузить груз в корабль разве может столько стоить, чем перевезти через всю территорию Латвии? А вот по оценкам примерно так получилось. Вопрос в том, что бизнес, бизнесмены, они сидят в портах, железная дорога, ну кроме тех частных перевозчиков, как бы государственное предприятие. И, конечно, тут уже влияет и большая политика, и лобби, и еще, наверное, какие-то сделки, чтобы общий расход на всю транспортную цепь более-менее держать низкое, конечно, большое давление и на железную дорогу, чтобы та работала с минимальной прибылью, но порты тогда могут позволить себе прибыль побольше. Это, я думаю, тоже понятно. Да, вот еще, если мы говорим фактически о транзите, есть такое мнение, что, может быть, государство должно было больше субсидировать или датировать вот эту инфраструктуру, тогда не нужно было повышать тарифы. Как вы к этому относитесь? То есть, чтобы пенсионер субсидировал того бизнесмена, который на Лексусе едет? Так вы думаете? В какой-то степени так получается. Ну вот, я думаю, вот и есть ответ на вопрос. Это хорошо, это интересный вопрос, да. Тогда совсем по-другому это можно оценивать, если такой пример. Именно так, да. То есть, все-таки вы считаете, что бизнес должен сам каким-то образом работать эффективно без таких субсидий государственных? Естественно, вот то, что вы правильно задали вопрос, портовые сборы, не сборы, а плата за перегрузку, за терминалы, то, что частный бизнес берет с клиентов, я думаю, и там возможность сокращения расходов имеет место, а также, то, что я говорил, железнодорожная система, она тоже должна стать более эффективной. Да, спасибо. Еще говоря, вот вы уже упомянули пассажирские перевозки, но только сейчас пришла новость, что, скорее всего, пассажир Вилтсенс возглавит Роджер Сианис Григулис, который председателем Совета Латвийской железы дорог работал, да, но только что сейчас пришло по агентствам Лето. Все-таки не могу у вас не спросить, у вас большой опыт, в том числе вы одно время руководили и пассажир Вилтсенс, на ваш взгляд, когда, этот вопрос часто вам задают люди, когда, наконец, могут появиться у нас вот эти новые электропоезда, потому что, ну, то, что сейчас мы видим по-прежнему 27 лет, все те же советские электрички уже латанные и переватанные. когда коррупции не будет. То есть, вы думаете, что здесь связь такая прямая, да? Прямая. А нам говорят, ну, как же, вот конкурсы есть, международные требования, мы должны все четко выстроить и так далее. А вы верите конкурсам, что они честно происходят? Ну, я стараюсь быть осторожным, потому что скажут, ну, предъявите доказательства. Я так понимаю, что у вас есть сомнения в честности таких вот конкурсных процедур? Конечно, есть. То есть, вы считаете, что если бы было, как сейчас модно говорить, политическая воля и все было бы чисто и прозрачно, то можно было решить этот вопрос с электропоездами? Видите, мы начали этот закупочный процесс в 2008 даже году, в 2009 году. Да, и я помню, руководитель эстонской железной дороги тогда говорила, она говорила, ваша самая большая проблема, что вы в Латвии когда-то строили поезда. И это оказалось той проблемой, почему у нас нет еще новых поездов. А поездите чуть-чуть, не все специалисты, все знают, что был РВЗ, Рижский вагонный завод, ну и что? Слишком большое желание получить этот заказ от тех, которые в свое время приобрели этот завод и привело к тому, что у нас нет новых поездов. При этом, я так понимаю, что не было уверенности, что те, кто приобрели, они бы смогли современную электропоезд построить, да? Кроме всего прочего. Не, ну естественно, но закупочный процесс, он уже был как бы закончен, незаконно, его, слава Богу, прервали, договор не вступил в силу, иначе бы там европейские деньги потеряла бы страна. То есть даже так? Даже так, да. Кстати, вы пригласите, может, министра транспорта, который в то время тоже был министром транспорта, пускай он объяснит, ведь уголовное дело возбуждено, но как-то в последние годы я не слышал про движение. Вы поинтересуетесь, где это уголовное дело, где оно застряло? Да, интересно. У нас звонки по двум линиям, может быть, как раз по этому вопросу. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Добрый. Да, вы правы, господин Делков, вопросы по этому поводу. Да, пожалуйста. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, где логика делать новые электролинии переменного тока для подвижного состава от границы России куда-то тут до Шкиратавы куда, тогда, когда вся сегодняшняя железная дорога электрифицирована на постоянном токе. И что будет дальше? Это первый вопрос. А второй вопрос по электропоездам. Скажите, пожалуйста, вот сегодня ходят электропоезда в пригородном направлении. Вот я смотрю, считаю, идут 4 вагона. Вагона где-то там человек там по 15-20. Итого 60-70-100-150-200 пути. А почему в конкурсе электропоезда с вестимостью 450 человек? Это для кого рассчитано, что тут будет в стране раза в 4 больше жителей для этих электропоездов? Или это все связано с тем, о чем вы сказали с самого начала, когда кончится коррупция? Спасибо большое. Вот такой интересный вопрос. Даже два, я бы сказал. Значит, ответ на первый вопрос. Поэтому я и говорю, что не очень может и целесообразно, ведь то решение, которое сегодня предлагается за эти деньги электрифицировать вот этот как бы грузовой отсек, не отсек, а грузовое направление, где грузы идут, да? И в принципе система электричек, какая она осталась на 3 киловольта, так и она останется в направлении Тукум, Силгава и так далее. Конечно, было и в закупочных планах новых поездов, это дуальная система, где с небольшими расходами можно было бы переоборудовать существующие, то есть новые электрички на 25 киловольт. Это уже было изначально в конкурсе и думаю, сейчас уже тоже имеется и как бы такое решение уже было, ну, предусмотрено. Насчет, ведь, да, и почему, скажем, на 3 киловольта железная дорога не идет, поскольку это как бы стандарт устаревший, он требует больше энергозатрат, то есть этот вид тяги не так экономичный, как 25 киловольт, слишком много потерь в линиях и так далее. Насчет второго вопроса, так, вопрос был насчет вместимости, электричек, если так понял. По спецификации 450 мест, как я понимаю. Видите, система пассажирских перевозок такова, что имеется пик час утром, когда люди едут на работу, там, в школу и так далее, и вечером, когда возвращаются, тогда поезда переполнены, а в остальное время, да, действительно, они ходят полупустыми, и там как бы максимальный объем не нужен. Поэтому и в электричках было изначально предусмотрено побольше стояночных мест, чтобы больше людей зашло. А в дизельных поездах, естественно, больше сидящих мест, потому что это как бы расстояние побольше. Но этот расчет делается, исходя из пик часов, где максимальная потребность в этом подвижном составе. Спасибо за эти разъяснения. 612-939, телефон прямого эфира, можете звонить и задавать вопрос нашему гостю. Если бы, как вы сказали, не было бы коррупции, то в течение какого бы времени можно было решить этот вопрос с электропоездами, потому что и сейчас, если мы видим по тому, кто может участвовать в конкурсе, там называется 3-4 таких международно известных компаний. Ну, естественно, чтобы довести до конца конкурс по нашим национальным особенностям, каждый хочет за свое побороться и там в бюро по закупкам жалобы подавать со всеми этими спорами, наверное, заключить быстро контракт тоже не получится, и после контракта как минимум надо пару лет, чтобы поставщик подготовил, согласовал документацию и так далее и начал производство и начал поставлять то есть никто эти вагоны так не держит их надо еще построить да, это не легковая машина, которая на конвейере производится, поскольку у каждой страны каждые требования и поскольку наш рынок вот именно 15-20 ширина рейсов это в Европе ну некоторые компании только делают подвижной состав вы знаете в Белоруссии в России есть в Литве что-то есть в Эстонии но эта часть рынка только развивается так что все равно несколько лет на все это уйдет пока появится ну естественно быстро это не получится еще первую часть хотел вас спросить сегодня появилась новость что наконец какой-то контейнерный поезд из Китая к нам придет вы вот оптимистически смотрите на эту часть транзита потому что понятно что из-за геополитики в том числе ищут новые пути возможности там Казахстан Китай или вы не очень верите в такую перспективу нет ну есть логика и есть скажем направление Китай Скандинавия где мы можем быть посередине и как бы работать для скандинавского в основном рынка как вот тот конечная станция для грузов из Китая в системе железнодорожной 15-20 а дальше уже там скажем паромами и так далее в Скандинавию эта модель она возможна просто надо работать над ней надо договариваться с большими логистическими глобальными компаниями мы Латвия в этой цепи очень маленькая посмотрите на глобус еле Латвию увидите в этой цепи это все конечно зависит и от желания России поскольку это основная часть маршрута но если грамотно договориться и главное привлечь глобальные компании которые на этом рынке работают логистические я думаю может получиться ну что ж будем надеяться что получится по крайней мере в этом мы все заинтересованы небольшая пауза у нас на новости рекламу напомнил у нас магистр экономики эксперт по транзиту Андрей Житков судей не переключайтесь Добрый день еще раз мы продолжаем работу при новом эфире Андрей Житков напомню на студии магистр экономики член правления партии движения за мы говорили о транзите я думаю что эту тему тоже продолжим но все-таки вот слово которое многих может быть резануло вот когда не будет коррупции а когда ее не будет я может быть такой вопрос задам в какой-то степени наивный потому что когда приходят нам все борцы с коррупцией которые по должности должны там бороться с ней там представители КНАБа или прокуратуры они говорят о том ну мы же понимаем мы живем в каком-то не каком-то идеистическом мире коррупция была есть и будет и те кто там не знаю рвет на себя рубашку и кричит что коррупции никогда мы там ее победим ну в результате приходит и ничего вот как вам кажется что тут можно сделать чтобы коррупции не стало вообще сперва надо иметь политическую волю побороть а чтобы иметь политическую волю побороть надо иметь политиков которые действительно хотят это побороть а чтобы таких политиков заиметь я думаю это надо им платить государственные деньги чтобы они делали государственную работу То есть без спонсорских денег обходились по существу, да? Да, по существу без спонсорских денег, потому что как только получают спонсорские деньги, спонсоры требуют свои услуги и начинаются. А система нынешняя именно такова, что чтобы ты пробился к власти, без серьезной предвыборной кампании обойтись нельзя, а без финансирования эту кампанию тоже сделать нельзя. И поэтому у нас годами продолжается, что к власти приходят те силы, которые уже с какой-то задачей пришли, в которые уже кто-то вложил деньги и, конечно, хочет, чтобы деньги были возвращены не один, а может пять раз больше и так далее. Чтобы, как говорится, отбить средства, да? Вот именно, да. И это получается, как бы, это корень всему, почему коррупция происходит. Поэтому в нашей партии мы тоже выступаем за государственное финансирование политическим партиям, потому что иначе этот вопрос нельзя решить. Конечно, если хорошо работаешь, может быть, и население поддержит, и будут те, которые граждане, которые захотят поддержать, но их будет мало. И эти средства, мы не так богаты, наше население не так богато, чтобы, скажем, очень много уделять финансированию политических партий. Поскольку, вообще, в нынешней ситуации политик, вообще, уже, как бы, слово, которым ругается, да? Да, такое ругательское слово. Хорошо, вот, все-таки, на ваш взгляд, вы не были депутатом, вас нельзя упрекнуть в этом, что вы там что-то раньше не сделали. Но, тем не менее, видите ли вы риски? Вот, мы предположим, что движение «За» будет представлено в следующем парламенте. И вам, допустим, предложат, я так говорю очень образно, войти в правительство, где будет коалиция. Вот это вот замечательное слово «коалиция». Вы работали на госслужбе, не были политиком, но вы видели, что дальше происходит. И получается, что, вроде, такая общая ответственность или общая безответственность, такая коллективная. Там партии контролируют какое-то свое министерство, в другое министерство не лезут. И, получается, замкнутый круг. Нет такой, вы не видите риск, что и ваша партия окажется вот в таком риске общей такой коллективной ответственности или безответственности? Естественно, мы всякие сценарии тоже обговаривали. Конечно, будем действовать по ситуации. Ну, мы также понимаем, что если мы окажемся и выиграем в какой-то мере выборы, окажемся в парламенте и так далее, скорее всего, нам придется идти в коалицию с кем-то. И, конечно, надо будет договариваться о тех условиях, как мы работаем. Но, я думаю, мы свои принципы, то, что манифест у нас был когда перед созданием партии, вот этими принципами основными мы будем руководствоваться всегда и предавать их не будем. У нас звонки по двум линиям, много звонков. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, я прошу, пожалуйста, меня не выключать и дослушать до конца. Пожалуйста. Значит, вопрос такой, вернее, не вопрос, ну, как бы вопрос. Сегодня такая информация проскочила, что в Латвии должны предоставить где-то порядка 80 военных вернолетов из Америки. Это что, обороны или как? Вот. Потом, значит, не... Вы извините, вы просили все-таки вас не выключать, но я вынужден вас прервать, потому что, ну, мы сейчас оборонный бюджет не обсуждаем. Наверное, это еще дискуссия, она не отдельная с другими специалистами. Вот, ну, может быть, я бы так переформулировал, немного ли мы тратим денег бюджетных на военные расходы. Мы не можем не тратить, поскольку ситуация, мы знаем, какая сложилась в Украине, и, конечно, какая-то доля процента есть, что такая может и сложиться в Латвии. И перед теми натовскими союзниками, с которыми мы в этой организации, мы должны свою долю тоже вносить. И эта доля, она должна быть адекватной тому договору, в котором мы вступили. И это вполне основано, особенно в этой ситуации. Так, ну что ж, Яна, тогда такой вопрос, который я хотел вам задать, по поводу, вот, продолжая вот этот разговор о большой политике, все-таки многие считают, что пора, настала пора для каких-то более радикальных перемен, там, не знаю, на всенародные выборы президента, может быть, часть депутатов выбирать по одномандатным округам, чтобы они не были так связаны вот с какой-то политической партией, потому что на примере единства, вот, Ивену Тиба, мы видим, что сейчас происходит, да, партия разваливается на глазах, единства там нет никакого уже, создаются новые партии, какие-то новые платформы, вот как вам кажется? Вы абсолютно правы, я уже говорил, что нынешняя ситуация к настоящей демократии привести не может, поскольку без денег к власти не попадешь, и, конечно, систему надо менять. Это серьезные изменения, это изменить могут только политики, а политиками могут быть только те, которые избраны по нынешней системе, и замкнутый круг получается. Поэтому постепенно, идя на эти перемены, с государственным финансированием, с серьезными разговорами насчет изменения выборочной системы и так далее, мы можем это осуществить. Но я не вижу, что это можно сразу в один год осуществить, потому что политически это не получится. Вот мы сейчас видим, что сразу целый ряд реформ объявило правительство, это и налоговая реформа уже принята, происходит сейчас реформа в образовании, вот реформа в здравоохранении. Вы вот как бы с такой политикой согласны, или вы считаете, что это не так делается, потому что, ну, есть мнение, что сразу пытаться реформировать все, насмех, очень быстро перед выборами, ну, как-то это не очень серьезно. Ну, реформы мы каждый год делаем, и каждое новое правительство делает разные реформы. Вот моя мать работала тоже всю жизнь учителем, она устала от этих реформ, которые в системе образования чуть ли не каждый год делались. Да, и, конечно, реформы, они должны быть продуманы, продуманы, согласованы и разъяснены обществу. Иначе получается сопротивление, иначе люди не понимают, может, и хорошие намерения. Это надо с общественным мнением тоже поработать, прежде чем идти на такие реформы. Так, еще один звонок примем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Вечер уже. Да, вечер, да. Извините, пожалуйста. Визит был к нам в страну министра транспорта, господин Асагалолов. Были тут надежды на то, что мы получим больше грузов, все прочее. И буквально в тот же день его начальник, господин Путин, сказал, что задача, так сказать, переориентировать грузы на российские порты. И я думаю, что это россиянам сделать очень просто. Скажем, вот если мы надеемся на китайские грузы, три перехода, один в Гродоково, это в Залшурийском, один в Дружба назывался раньше в Казахстане, и один в Забайкальске. В любом случае, наши 250 километров на расстоянии доставки груза, ну, никак не сказываются. И если в направлении своих портов россияне сделают на рубль дешевле, на километр на рубль дешевле, то эти километры привезут им грузы в их порты. Польшой бизнес будет везти куда дешевле. Следовательно, мы останемся, ну вот мы, Латвия, можем остаться, ну, на нолях. И причем это будет связано с позицией нашего МИДа, то есть персонально господина Ленкевича, и с позицией нашего Министерства образования, с позицией господина Шадурского, поскольку как-то Россия захочет повлиять на то, что к нам артистов не пускают, а что она сделает со школы. Так что я думаю, что вы, наверное, правы, когда говорите, что количество грузов уменьшится, да? Ну, не, наверное, а 100%. Спасибо большое. Ну, вот даже не вопрос, а мнение. Ну, понятно, что тут мы на геополитику вряд ли что-то можем повлиять, да? Ну, мы можем повлиять на эту политику таким образом, что ведь мы, как бы, граница Евросоюза, и вот Китай – это не Евросоюз, и мы можем именно предложить логистические услуги, там, растаможку, таможенные склады и так далее, и так далее, именно для тех грузов, которые из Китая идут в Скандинавию. И вот разработав такую модель, которая не только перевозка, да, по перевозке, может, в российские порты будут дешевле, но вместе комплекс с дистрибуцией этих грузов, если такой бизнес развиваем, мы можем, как Латвия, как, скажем, как бизнесмен, предложить лучшие условия для китайских грузовладельцев, скандинавских и так далее. Вот такая модель может работать. Да, чисто по перевозке, вы абсолютно правы, Россия – это основное звено, и все зависит от их решения. Ясно. Вот еще вопрос, который я хотел вам задать, возвращаясь все-таки к партии, сейчас мы знаем требования к партиям в законе, не менее 500 членов должно быть для того, чтобы участвовать в выборах в парламент. Я так понимаю, что, видимо, у движения «за» не будет таких проблем, поскольку, наверное, около, я читал в интернете, что, наверное, около 400 человек уже сейчас есть. Нет ли опасности, что появятся случайные люди или вот откровенные карьеристы, которые просто используют партию для того, чтобы, ну, не знаю, сделать карьеру, может быть, это еще не самый плохой вариант, ну, просто заработать? Да, такой риск мы не исключаем, но мы, как бы, осознаем этот риск и работаем, чтобы его, как можно, больше уменьшить. Мы знаем, что такая ситуация может быть. То есть, в принципе, вы стараетесь как-то проверять тех, кого вы принимаете в партии? Конечно. Насколько это возможно, да? Конечно. Еще один звонок успеем, наверное, принять под занавес эфира. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, два вопроса. Да, пожалуйста. Я к экономисту второй, второй к политику. Значит, вы, или, может быть, вы, или кто-то другой, может быть, оценивал разность латвийской железной дороги и литовской. Я имею в виду и то, что у нас более либерализованный рынок для перевозчиков, у литовцев это более монополизировано. И второе, то, что литовцы могут просто так взять, отрубить какие-то пути транзитные, да, там, для них свой коридор и так далее. А второй вопрос. Учитывая то, что вы говорили, нельзя не платить за оборону, да, ну, возможно, вы и правы, но, может быть, тогда имеет смысл посадить наше Министерство обороны на бюджет НАТО, а не содержать их еще дополнительно. Спасибо. Спасибо большое. Такие два вопроса. Но, может быть, первый, видимо, имеется в виду и от Можеки Ренге, вот вся эта история эпопея многолетняя. Да, ну, мое личное мнение, тоже, работая с Литвой, с литовскими коллегами, они даже вопреки европейских правил стараются свою выгоду как бы не терять и действовать, исходя из своей выгоды. Это показало из открытия этой линии от Можеки до Ренге. Чем это закончилось, мы знаем. Сейчас они должны это восстановить или как-то иначе решать. Но они таковы, это их политика. Да, действительно, они даже в плане реструктуризации железной дороги тоже не очень-то соблюдают европейские правила. И там тоже от Европейской комиссии нарекания в их сторону и так далее. Сказать, что они лучше нас, не думаю. Но они имеют одно важное преимущество. Они имеют этот коридор на Калининград, с которым они могут на других условиях разговаривать с российскими, скажем так, коллегами. И тут никак Литву они не могут обойти. Да, они не могут обойти Литву, поэтому литовцы вот это как бы свой козырь могут использовать. Но у нас такого козыря, кроме наших портов, нет. Второй вопрос был, да. Второй вопрос по поводу того, что слишком дорого все это Латвии бедной содержать. В следующем году уже будет 2% от ВВП. Вот вы говорите, в Министерство обороны посадить на финансирование НАТО. А финансирование НАТО это даже тоже наше финансирование. Конечно, их бюджет входит в эти 2%, которые мы должны НАТО. Так что карман-то один, какая разница, как его называем. Да, возвращаясь, может быть, подводя итоги нашей беседы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, что касается транзита. Все-таки вот ваше мнение, если бы все развивалось по такому, как вы считаете, разумному сценарию. То есть не повышалась бы плата за инфраструктуру, может быть, наоборот, бы искались возможности, как возможно сделать все-таки эти тарифы более благоприятные. На ваш взгляд, тогда бы удалось сохранить примерно такой же объем грузов и не допустить какого-то катастрофического падения? Железнодорожный тариф, он, скажем так, мало влияет на эту общую ситуацию. Гораздо больше влияние составляет политическая ситуация. И кто сегодня в Латвии может прогнозировать, как в следующие, скажем, 5 лет у нас политические отношения будут развиваться, думаю, никто не может сказать. Так что это основной фактор. А вот железнодорожный тариф, инфраструктура тариф – это второстепенный, я бы сказал, вопрос. Ну что ж, по крайней мере, будем надеяться, что какое-то понимание будет и со стороны тех, кто занимается руководить железнодорожными перевозками. Спасибо большое нашему сегодняшнему гостю, Анну Лису Житкову, за такой подробный рассказ и спасибо за ответы на вопросы радиослушателей. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok